Второй. 22-й вопрос. Физическая величина, равная произведению модуля магнитной индукции. Значит, это у нас B, магнитная индукция, модуль. На площадь его, площадь – это буква S, пронизывающая магнитным полем и косинусом угла, косинус альфа. И так, хорошо, хорошо. Что это такое? А это у нас магнитный поток, форма магнитного потока, B, S, косинус альфа. Когда берем косинус альфа, заметьте тут, косинус альфа берем когда? Когда у нас вектор между магнитной индукцией и его нормалью. А если вектор между индукцией и его поверхностью, тогда мы берем в задаче уже не косинус, а синус. Когда? Когда у нас уже между его поверхностью. А сейчас у нас между его нормалью. Значит, ответ будет магнитный поток. Ответ будет А. Так, поехали дальше. Следующий. 23 вопрос. Зарядка аккумулятора батареи за 6 часов, напряжение 3,5, сила тока 4, запас электроэнергии. Значит, чтобы найти энергию, мы у и т все перемножаем. Но нельзя решать в часах, нужно решать в секундах. Значит, 3,5 умножаем на 4, умножаем на 6, умножим на 3600. 3,5 умножить на 4, это 14, да? 14 умножить на 6, это 60 плюс 24, 84. Значит, теперь 84 умножаем на 3600. Отдельно давайте 84 на 36 умножим. 6 и 4, 24. 6 и 8, так, 50 уже будет. Так, на 3 умножаем 500, а, 200, 252. 4, 2, 0, 3 и еще два нуля. Значит, ответ будет 302400 джоулей. 302400 джоулей. Ответ будет С. Буква килла, это обозначает тысячу. Значит, 302,4 килоджоуля тоже подходит. Так, с А не подходит, Д, Е, Ф, G, H, ничего не подходит. Ответ только В, С. Поехали дальше. 24 вопрос. Частота света какая, спрашивается? Если у нас энергия фотонов вот такая вот, это наша энергия. А энергия фотонов находится по формуле H на ν. H на ν. Все, нам нужна частота. Значит, я энергию делю на H. Энергия у меня 5 умножить на 10 минус 19. Делю на H. 6,63 на 10 минус 34. 34 наверх поднимается как с плюсом. Так, значит, 5 умножить на 10 минус 19 умножить на 10 плюс 34. Поделить на 6,63. Так, тут у нас сокращается, будет сколько? 15 степень. Одну займем сюда, поставим вперед. Значит, 50 умножить на 10,14 поделить на 6,63. 50 поделить на 6,63, если не знаешь, можно посмотреть сразу на ответы. Примерно сколько? 7,5. На 10,14 степени герц. А герц можно по-другому написать секунда минус первой степени. Давайте посмотрим, есть ли у нас такие ответы. 7,5 на 10,14 герц. Ответ у нас C. И 7,5 на 10,14 секунда минус 1. Ответ у нас еще H. Потому что секунда, если снизу, это и есть секунда минус 1. Так, остальные ответы не подходят. Хорошо. Поехали дальше. Следующий вопрос у нас 25. При увеличении угла падения на 10 градусов, значит, вот наша поверхность. Поверхность. Линия нормали, 90 градусов. Падает угол света какой-то, не знаем, допустим, алифа. И отражается таким же углом. Давайте тоже напишем алифа. Теперь этот угол у нас на 10 градусов увеличивается. Значит, плюс 10. Значит, вот это у меня 10 градусов. Значит, отклонение у этого тоже будет 10 градусов. Вопрос такой. Падающие и отраженные лучи, на сколько они изменятся? Значит, 10 плюс 10 уже изменится на 20 градусов. Ответ будет увеличиться на 20 градусов. Ответ будет G. Следующий вопрос. 26. Два велосипедиста движутся от перекрестка по взаимно перпендикулярному направлению. Так, значит, перпендикулярно. Один, если едет направо со скоростью 6. Другой, значит, вниз со скоростью 8. Как найти их скорость относительную друг к другу, находим с помощью прямоугольника, его диагональ. Как находим его диагональ? Формула у нас Пифагора. А квадрат плюс B квадрат равно C квадрат. Значит, 6 квадрата плюс 8 в квадрате будет C квадрат. 36 плюс 64 сотня. Сотня из-под корня будет 10 метров в секунду. А 10 метров в секунду это сколько километров в час? Это 36 километров в час. Так, давайте отметим. 10 метров в секунду. Ответ у нас F. И 36 километров в час это у нас D. 27 вопрос. Скорость течения воды в широкой трубе 10. Тут у нас труба и ее скорость. Формула бесконечности. Так, с S1V1 равно S2 на V2. Площадь трубы и ее скорость воды жидкости. И также площадь трубы и ее скорость. Площадь, если у нас труба, наверное, у нас какая она? Круглая же окружность имеет. Значит, PR квадрат и его площадь. Такой вопрос. Диаметр и радиус, как они пропорциональны? Диаметр и радиус. Значит, диаметр равно 2R. Они как пропорциональны, прямо пропорциональны. Нету тут никакого квадрата. Нету тут у нас ни корня, ничего нет. Другими словами, если у нас в 4 раза меньше его диаметр, значит, радиус тоже у нас в 4 раза меньше. А если радиус в 4 раза меньше, значит, площадь во сколько раз меньше? Тут уже есть квадрат. Значит, 4 в квадрате будет 16. Значит, в 16 раз меньше. Давайте теперь попробуем решить задачу. В широкой части, значит, широкая часть S, не знаю, какая широкая часть, но знаю, что там скорость 10 сантиметров в секунду. Я сейчас решаю, сантиметр не менял. Равно. Теперь в другом месте, в 4 раза у него радиус меньше, значит, площадь 4 в квадрате в 16 раз меньше. Значит, S поделить на 16, но я не знаю его скорость. S, S сокращается, значит, S, S сокращается. Значит, чтобы найти V, 16 умножая на 10 будет 160 сантиметров в секунду. А это сколько метров в секунду? 1,6 метров в секунду. Ответ у нас 160 сантиметров в секунду и 1,6 метров в секунду. Ответ у нас F и G. Поехали дальше. Следующий вопрос. 20, 20, 20, 20, 28 вопрос. 28 вопрос. Газ расширяется первый раз аизобарно. Изобарно, значит, P-константа. Второй раз изотермический, T-константа. Третий раз адиабатно, Q равно 0. Совершенный при этом работает. Так, с первой изобарно. Если изобарно, формула какая? Q равно ΔU плюс А. Второй изотермический. Значит, Q равно А. И третье адиабатно. Значит, 0 равно ΔU плюс А. Но дело все равно не в этом. А у нас формула какая? P на ΔV. Везде у нас формула P на ΔV. Везде у нас формула как бы P на ΔV. Хорошо. Теперь, если первый случай у нас изобарно. По формуле PV делить на T, константа. Если у нас изобарно, если P у нас константа. V и T, как они пропорциональны? Они пропорциональны прямо. Значит, если у меня расширяется газ, расширяется. Значит, его объем увеличивается. Соответственно, его температура что делает? Тоже увеличивается. Так, зачем мы это сказали? Так, зачем мы это сказали? Зобарно. Давайте подумаем. Хорошо, сейчас подумаем. Давайте второй рассмотрим. Если у нас изотермический. Если температура у нас константа. Если температура у нас константа уже. Температура уже не меняется. Значит, второе запишем PV на T. Так, температура у нас константа. Тогда, если у нас объем увеличивается, давление уменьшается. А, вот. Если объем у нас увеличивается, давление у нас уменьшается. Хорошо. И последний вариант у нас адиабатно. Адиабатно. Значит, там есть что? И P, и V, и T. Все есть адиабатно. А диабатный это значит не берет тепло, но остальное все есть у него. Значит, если у нас объем увеличивается, давление должно уменьшаться, температура у нас увеличивается. Значит, давление у нас как пропорционально? Обратно пропорционально, значит оно у нас должно уменьшаться. И при этом еще и температура у него уменьшается. Так, все правильно расписали? Теперь, есть ли у нас изобарно? Разберемся, когда изобарно. Самый первый вариант. Есть ли изобарно? П давайте зачеркнем. В увеличивается, Т увеличивается. В увеличивается, Т увеличивается. Такс, такс, такс. У нас тут у нас дельта В тоже увеличивается. Что насчет П? Что насчет П? П у нас не меняется. Хорошо. Значит, что из них больше, смотрите. Тут увеличивается, это у нас не изменяется. Тут увеличивается, тут увеличивается, тут у нас уменьшается. Тут увеличивается, тут у нас уменьшается П. Такс, что из них? Давайте верно, давайте посмотрим. Что самое большее? Так, самое большее, вот первый случай, кажется. Потому что что? В остальных случаях, в обоих случаях у нас уменьшается П. Такс, хорошо. Значит, самый первый у нас будет изобарный. Изобарный самый большой, он не равно. Изобарный не меньше. Так, есть только меньше, меньше, меньше. У нас больше, чем. Значит, не меньше. Адиабатный точно не ноль. Вот только что мы посмотрели. У него ноль не выходит. Адиабатный значит точно не h. Остается два ответа. Они между собой равны? Нет, они между собой не равны. Почему? Потому что в одном случае у нас давление уменьшается, а в втором случае давление уменьшается и температура возрастает. Значит, ответ у нас будет C. Так, поехали. Следующий вопрос. 29. Уравнение, колебания и напряжение на обкладках конденсатора. Вот такое вот. Найдите нам период. Как найти период? Вот отсюда. Потому что это у меня омега. Значит, омега равна 2π делить на период равно 106 степень умножить на π. π и π сокращаются, чтобы найти период. Меняю местами. Так, 2 делю на 106 степень. А это у нас 2 на 10 минус 6. Или 2 микросекунды. Есть такие ответы? Давайте посмотрим. 2 на 10 минус 6. Это 2 микросекунды. Так, еще что можно ответить? Точно не один, точно не один, точно не один. 0,2 микросекунды не будет. 20 микросекунд не будет. 200 наносекунд будет или нет? Такс. Нано это 10 девятый. Минус 9. Значит, 1, 2, 3 тоже не будет. Тоже не будет. Значит, ответ у нас будет. Такс. Милли подходит? Да. Милли подходит. 2 тысячных миллисекунды тоже подходит. Ответ будет А и С. Следующая, 30 задача. Последняя задача. Аэростат вместимостью 100 метров кубическим заполнен гелием. Плотность гелия такая, плотность воздуха такая. Аэростат действует в выталкивающейся силы. Выталкивающая сила – это сила Архимеда. Архимеда – это у нас про GV. Но вместо жидкости сюда берем что? Что у нас снаружи нашего аэростата? Снаружи нашего аэростата у нас находится воздух. Воздух. Значит, вместо жидкости мы пишем сюда воздух. Такс. Воздух. Значит, воздух у нас сколько? 1,29. G у нас сколько? 10. А V у нас 1000. Значит, раз, два, два нуля подвинули. Значит, 129 и еще два нуля. Ответ будет 12900 ньютонов. 12900 ньютонов. Так, ответ будет А. Ответ будет 12000, значит, 1,214 степень. И еще 12,9 килоньютонов. Ответ будет А, Д, Е. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Также я хочу еще передать привет Абзала Гаю. Учитель по математике. И сказать спасибо Сунгата Гаю и Абзала Гаю, что учите нас. И еще хочу передать привет Лауре, Ксюше, Насте Митрофановой. Ну, и Нике. И все. Всем пока. Хорошо, пока. До свидания.